По пути оказалось так, что мы можем заехать с набережной Челуны. Для нас это огромное счастье и познакомить публику с замечательным трио. Ребята, подойдите ко мне, пожалуйста. Вот это наша команда. Если вы видели проект «Синяя птица», это победители этого проекта. Наше новое трио, которое образовалось на этом проекте. Ребята, какие у вас ощущения вообще от поездки и в частности этого города, куда вы приехали? Впечатления самые положительные, позитивные. Мы увидели очень много нового для нас. И поездки дают нам очень большой опыт. Нам всем понравилось. Как девчонки думаете? Очень понравилось. Понравилось. Очень понравилось. Это Сергей Антонович. Это тот человек, который нас пригласил. Это Ростислав. Это Сонечка Сюрьевна и Катенька Филимонова. Это Денис Француев. Здравствуйте. Вот с этим трио мы сегодня будем ознакомить. Знакомство с публикой будет. Нужна Бежнаща Луны. Первый раз здесь в другом составе. Андрей Иванов, Александр Зиндер, Аркадий Шилклов. В общем, будет полная импровизация. Будет царить сегодня на сцене. Я очень рад, что мои молодые коллеги очень мощно выдерживают этот страшный ритм, который у нас каждый день новый город практически. Но качество держится на самом большем уровне. И они занимаются, они все прекрасно знают. Они не зазнаются. Не очень взрослые люди и опытные гастрологи. Ну, прежнее ощущение первого раза знакомства с КамАЗом в фильме «Мимино». Конечно же. Когда Фонзик Муклычан с Кикабидзе. Ну и, конечно, оранжевая кабина. Это с детства у меня чисто визуально КамАЗ. Какая-то очень огромная, большая, масштабная, могучая машина. И сегодня я убедился в том, что этот масштаб, который уже был у меня визуально, с которым я познакомился, с фантастической командой, с которым я прокатила на этом уникальном абсолютно автомобиле. Автомобилем-то нельзя назвать. Это какой-то шаттл. Абсолютно. И самое главное, я уже говорил, но теперь при Сергею Анатольевичу повторю, что видно невооруженным глазом настоящая команда творческая, которая, начиная от работников, заканчивая администраторами, команда, менеджмент и настоящие люди. Честные, открытые и добрые. Вот эта доброта, которая идет от Сергея Анатольевича, она сразу чувствуется. Буквально с первых секунд, когда я зашел в этот цех. Браво. И для меня это огромная честь. Необычный приезд, скажем так. Но я думаю, что мы на нашей карте будем всегда искать момент Пермско-Ижевского и обязательно заехать сюда. Потому что я очень люблю этот органный зал. Я был очень давно здесь, лет 9 назад в последний раз. Никак не складывалось по техническим моментам. Но теперь надеюсь, что еще обязательно приеду сюда. С разными проектами у меня есть очень много. Концертируете в то время, когда цифровые технологии входят и активным образом в жизнь музыкантов-исполнителей. Как Вы думаете, во-первых, пользуетесь ли Вы цифровыми роялями? Во-вторых, как Вы думаете, заметят ли они когда-нибудь акустические рояли на концертной стразе? Я очень надеюсь, что этого никогда не произойдет. Потому что настоящий акустический звук – это настоящее навсегда. И ни один самый высочайший цифровой инструмент не может заменить в настоящем большом зале звук. Но что нас роднит, то, что с этим занимаются живые талантливые люди. И вот это, пожалуй, самое главное звание. Как бы время не шло вперед, как бы технологии не шли вперед, все равно без человеческого таланта, без души невозможно сделать что-то такое масштабное и глобальное. Поэтому еще раз преклоняюсь перед мастерством тех людей, которые это все делают. И буду играть сегодня с тройным воодушевлением, с драйвом, потому что меня покатали так, что мало не показалось. Я уже кусочек выложил в интернет. Посмотрите. Это будет пример. Вообще с этим проектом у меня, можно сказать, местная премьера. Я всегда не повторяю никогда программу. Вот, скажем, в Казани я много раз был у меня там свой фестиваль, и Денис Монсуев у друзей, то есть у Татарского оркестра и Сладковского, и Белая сирень, Рахманинский фестиваль, который мы придумали с Сладковским вместе, и с внуком Рахманинова. Но вот здесь, понимаете, я считаю, что программа должна быть всегда новая, яркая и настоящая. У Сергея Васильевича были застрахованы руки? Да. У меня ничего не застраховано. Нет. Нет, да? А получила распространение эта практика страховки рук? Вот, честно говоря, вот не по адресу вопрос, я не знаю, я могу узнать. А второй вопрос о Синаре. Да, Синар, вы знаете, пока точного нет ответа у меня, потому что все связано с бюрократией швейцарской, очень много родственников у Сергея Васильевича, и мы найдем обязательно какое-нибудь решение, чтобы Синар, во-первых, точно весь архив будет в целости и сохранности, это точно на 100%, самое главное, то есть рояль, рукописи, и все, это как музей, как мемориал, просто кто им будет управлять, и как это будет технически, это уже, так сказать, не от меня зависит, это уже юристы, адвокаты, но то, что там будет звучать музыка, и то, что Синар будет открыт для любого человека, который может туда зайти, это факт. Но пока он не выкуплен? Он пока не выкуплен официально, там очень много есть таких препонов. Но если это, в самое ближайшее время что-то произойдет, неважно что, но он будет открыт, кому бы он не принадлежал, потому что так получается, что даже может выгоднее для нас, что он может принадлежать к Антону Люцерна, но мы, фонд Рахманинова, Россия может там делать свои проекты. Может быть, КамАЗ вдохновил вас на какие-то новые композиции? Абсолютно. Я вот, понимаете, участвую чем потрясающий джаз, фантастический джаз, который абсолютно непредсказуем. То есть у нас есть какие-то заготовки уже, есть отрепетированные номера, но внутри этих номеров и между этих номеров мы обычно играем то, что придет вот сиюминутно на сцене. Поверьте, у меня в голове уже очень много мыслей связаны с сегодняшним посещением, с сегодняшней поездкой. И как родилась идея пригласить Дениса? Он мне пообещал, что приедет, и, в общем-то, для меня главный приезд такой, чтобы он из моего личного друга превратился в другу Челнов, и чтобы его визиты были постоянными. В его напряженном графике трудно найти окно. Вот он завернул из Унбуртии к нам. Как видите, сегодня выходной. Он решил, что может позволить себе провести его со мной, с моей семьей. Вот, и я очень благодарен ему, потому что этот праздник для набережной Челнов, это однозначно. Очаровательная супруга Сергея Анатольевича, мы прекрасно пообщались. Вообще творческая семья, и это так передается коллективу, это очень важно. Я очень рад, что я здесь, и благодаря Сергею Анатольевичу мы можем познакомить фантастическую молодую команду публики, которая сегодня придет в зал. Спасибо всем огромное. Спасибо.